Многие люди заводят сторожевых собак для охраны своей территории. Большинство из них кажутся злыми и страшными, когда вы к ним приближаетесь, но ведь они для этого и существуют, чтобы отпугивать непрошенных гостей. Однако, когда прохожие заметили сторожевую собаку по кличке Кала, она не вызвала у них страх. Вместо этого, люди испытали грусть, разочарование и огромную жалость к собаке. Кала охраняла автосалон в Сан-Хосе, Коста-Рика. Владелец редко кормил Калу, а когда она заболела, он не стал показывать ее ветеринару. В конце концов, собака стала настолько слабой, что больше не могла стоять. Она сидела в старой покрышке с цепью на шее, которая была такой короткой, что собака не могла опустить голову. Можно сказать, ее голова буквально висела на цепи, которая медленно вонзалась в ее плоть. Здоровье Калы становилось все хуже и хуже. У нее появились серьезные проблемы с дыханием и раны на шее от цепи. Если бы никто не пришел на помощь бедной собаке, она непременно бы умерла. К счастью, мужчина, проживающий недалеко от автосалона, заметил, в каком ужасном состоянии находилась Кала и позвонил в полицию, которая, в свою очередь, обратилась за помощью в местный приют для животных территории АД. Загуатис. Сотрудники организации были намерены во что бы то ни стало спасти собаку, однако понимали, что ситуация была непростой. Лия Бэтл, основатель приюта территории АД Загуатис, никогда не забудет тот ужас, который она испытала, когда впервые увидела Калу. Вот что она сказала в интервью за Дадо, «Я чувствовала невероятную грусть и отчаяние. Когда я впервые увидела Калу, она была больше похожа на жалкое существо, лишенное достоинства, готовое сдаться без сопротивления. Дух бойцовской собаки был сломлен и она просто ждала, когда закончится этот бесконечный кошмар». К счастью, полицейским и сотрудникам приюта удалось забрать Калу у жестокого владельца и отвезти ее в ветеринарную клинику. Там они и как следует позаботились и вылечили глубокие раны, которые появились из-за цепи на ее шее. Когда здоровью собаки больше ничего не угрожало, Калу перевезли в приют для животных территории АД Загуатис, сотрудники которого помогли ей восстановиться как физически, так и эмоционально. Чтобы выздороветь Кале понадобилось некоторое время, ее раны трудно подавались лечению, а пережитая ею психологическая травма оставила глубокий след в душе собаки. Сотрудникам приюта казалось, что Кала ненавидит других собак. Они боялись подпускать ее к ним и переживали, что она никогда не подастся реабилитации. По одной из версий, Кала никогда не вступала в контакт с другими собаками, а некоторые полагали, что ее выдрессировали так, чтобы нападать и убивать других животных. Однако с течением времени Кала все же начала проявлять доверие к другим собакам. Из слабой, больной и забитой собаки она превратилась в сильное и уверенное в себе животное. С каждым днем в поведении Калы все больше начала прослеживаться ее подлинная личность. Она перестала бояться и начала доверять людям, и даже требовать их внимания к себе, рассказывает Лия Бэтл. Тем не менее приют не мог обеспечить полную безопасность своим постояльцам. В июне этого года неизвестные пробрались на территорию приюта и раскитали по клеткам сосиски с ядом. Погибло 16 собак. Кала тоже съела отравленную сосиску, но каким-то чудом выжила, вероятно, из-за того, что количество отравы не было рассчитано на ее вес. Произошедшее подорвало ее психологическое здоровье, вследствие чего ей пришлось справляться с некоторыми неврологическими проблемами. Однако она снова поправилась. Ведь Кала настоящий боец. Кале пришлось пережить годы издевательств, пыток, голода и болезней. Когда ее спасли, ее жизнь висела на волоске, однако она нашла в себе силы и желание жить дальше. Хотя многим собакам никогда не удается получить второй шанс, восстановление Калы вдохновило тысячи людей. Это, безусловно, не может не радовать. Сегодня Кала живет в приемной семье, которая дает ей необходимую любовь и внимание. Тем временем Лия Бэтл продолжает спасать огромное количество собак, стремясь подарить им новую, лучшую жизнь. Однако историю Калы она не забудет никогда. Спасение Калы является отличным примером победы добра над злом. Любовь, в конце концов, побеждает всегда. Продолжение следует...